Уже на этой неделе пройдет заседание Высшего экономического совета, на котором представят комплексную программу социально-экономического развития Чувашии. Сегодня обсуждение проектов прошло в администрации Чубаксар. Какие проекты будут развиваться в столице республики в ближайшие пять лет в нашем репортаже? Комплексная программа развития Чубаксар не просто план развития отдельно взятого города. Столица ключевой звеной экономики. Город концентрирует в себе и промышленный, и культурный, и туристический, и спортивный потенциал. Точки роста всех направлений как раз прописаны в комплексной программе, над которой трудились не только эксперты, но и представители предприятий, организаций и общественность. Они собрали 98 коммерческих и 87 инфраструктурных проектов на общую сумму почти 145 миллиардов рублей. В программу заложен ряд инвестиционных проектов. В частности, модернизация и расширение производства концерна тракторной заводы, строительство производственного корпуса, логистического центра и производственной линии АО «Аконт», модернизация и расширение производства завода имени Чапаева, разработка электроники гражданского назначения на Иларе. Реализация этих и других востребованных проектов позволит увеличить налоговые поступления в бюджет города и республики, создать дополнительные рабочие места, повысить качество и конкурентоспособность продукции, узнаваемость нашего региона. Среди первоочередных задач – реконструкция аэропорта и строительство третьего транспортного пола «Кольца». Продолжится и работа по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. По мнению разработчиков программы, необходимо сделать упор и на развитие туризма. Мы живем на Волге. Это преимущество обязательно нужно использовать. Речь идет о развитии речных туристических перевозок. Более 50 тысяч туристов вышли на Чебоксарский берег в прошлом году. А могло быть гораздо больше. Проекты в этой сфере направлены на формирование статуса города Чебоксары как центра речного круизного туризма. В программу на 5 лет вошли 10 проектов. Это и завершение Московской, и начало реконструкции Казанской набережной. В социальной сфере тоже запланированы изменения к лучшему. За 5 лет будет построено и отремонтировано 18 школ и детских садов, 5 новых больниц и дополнительных корпусов. В сфере ЖКХ будет организован раздельный сбор отходов ТКО и замена лифтов. Продолжится программа по переселению из аварийного жилого фонда. Администрация города также планирует отремонтировать ливневую канализацию и очистные сооружения. Разработчики программы отмечают, что все проекты в комплексе и каждый по отдельности призваны улучшить качество жизни чебоксарцев и жителей республики в целом. Впервые в истории Чувашской республики, а это я говорю с сознанием дела, разработана такая комплексная программа, которая включает не только отраслевой принцип, но и территориальные программы муниципальных образований. Надеюсь, что мы с вами в эту программу не просто вошли, мы будем вместе с вами все работать и работать в команде Олега Алексеевича Николаева. Спасибо. Обсуждение комплексной программы социально-экономического развития Чувашии выходит на финишную прямую. Один из ее разработчиков, Игорь Меломед, предложил создать специальную структуру, которая возьмет на себя реализацию программы. Руководство республики движется быстрее, чем готовится программа. Очень многие вопросы, которые в программе идут еще на стадии обсуждения, уже идут в процессе реализации, идут встречи с федеральными структурами обсуждения, принимаются решения, даются поручения. В Рио главы Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что программа развития Чебоксар составлена очень грамотно и в ней освещены многие аспекты современной жизни. Нет предела совершенства. Можно найти, за что зацепиться, что покритиковать. Поэтому очень важно, что в целом в данной программе предложено комплексное развитие территории. По мнению в Рио главы Чувашии, в программе можно было отразить вопрос о цифровизации и помечтать о более современных формах организации пространства. Впрочем, программа – живой документ, который может дополняться в процессе реализации. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.